Я здесь работаю. Что читаешь? Да не читаю, я работаю ещё. Я здесь работаю. А что ты там мечешь? Слушай, я работаю мало. А что я хочу? Привет, ребят. Мы можем зайти? Нет. Ну, по родникам мы их... А так прикольно, да, посидеть, пообщаться на самом деле. Ну, если ты можешь попросить, то вот он, пойти в крови. Что продаешь? Наводим, кто мой возраст? Мммм. Стремлю. Поварим возьму. У меня прямярик. Там директор. Можно вас что-то попросить? Даня пока не говорит. Я сам пойду. Если будешь во второчек, то тогда уже всем скажутся. Нет, я в приседали. Нет, пройду, пройду. Мне надо работать сколько можно. Гачи сотка. Я кремом руки помазала. Что продаешь? Ребят, можете... ...обязательно писать в мой телефон. Телеграм, Телеграм указан вот здесь. Все. Фото, видео. Я вас жду. Ребят, это моя личка, не канал. Канала у меня нет. Знаешь, что я вас жду? Да? Да, серьезно. Ну, что раньше нельзя было? Ну, когда, как я смогу не рисковать работу. А так я стримлю каждый день где-то с 11.30 вечера. Начала стримить где-то по 6-7 часов. И так до этого по 3 часа стримила вечер. Спасибо, конечно, папе, что он помог устроить Женю. Ну, и сейчас вот сижу. То есть сейчас и закончу, скоро постримлю сейчас. Посмотрю какую-нибудь фигню. Не знаю, поделаю свои дела. Там же экватор беременности. И сегодня в Жене приедем на самый стриминг в Ростов-на-Трукты и Наталья-Центр. Там поделу свои дела какие-то и опять буду стримить. То есть так же до утра. Значит, это то, что малыша, это сообщение девочек, это мальчик. А в смысле мальчик? Я же девочку ждала. Я уже готовилась к ней. Ну, хотя, с другой стороны, главное, чтобы все было хорошо с малышом. Ну, ладно, мальчик и мальчик. Мальчик и мальчик ждала. Может быть, поэтому наше гендер-пати закончилось так грустно. Мы явно поспешили. Хорошо, что деньги не успели потратить на одежду для девочки. Вот было бы обидно. Теперь присматриваем костюмчик. Я думаю, надо покупать эту нейтральную. На всякий случай. Представьте, одна кроватка 15 тысяч стоит. Дорого, конечно, все. Тут здание комнаты в Ростове и будет вам деньги на кроват. А ты как хотела? Как идея. Я, кстати, вообще забыла про эту комнату. Хорошая идея. Даже не пойму, почему я раньше об этом не думала. Не знаю. Всегда почему-то не думала. Я о чем? Студент. Мы приехали в город, передали ключи и уже получили деньги за первый месяц. Теперь, кроме зарплаты Жени, у нас будет еще 10 тысяч сверху. Ну, а раз так все удачно сложилось, можно и себя немного порадовать. О, зайцы, смотри, кафешка. Пойдем купим что-нибудь. Да, самое разумное решение – потратить деньги в кафешку. Кафешка, которую мы любим. Это и можем себе позволить. Счастье? Да нет, у меня нет мочков, что углажаем, только синяки. А можно показать в кафузе? Ты слушаешь, что я светлую, вместе надпиезглезаем. Блин. Задим ничего не сделаешь. Все, кожа светлая. И то я еще загорела, видимо, загар. Я понимаю, что там дороговато, конечно, но хотя бы сегодня можно будет себя побаловать, пока я не вижу. Но что? Только русский английский. Теперь вот по чаше сможем выходить в простой вот такие места, как говорится. Ну, я сплю. Кстати, зайцы, мы так и не могли обидеть ребенок. Ты думала насчет этого? Какое можно имя дать? Не знаю, вроде высыпаю. Я постоянно присыпаюсь без будильников и так далее. Мне в принципе, с утра не надо. Нерон. Какое-то такое грубое. Александр. Вот. И все. Или Родион. Нет? Какие у тебя есть варианты? Так, мы бы это из-за Пуэра. То, что я слишком много в последнее время и его пью. Я даже не думала, как у меня. Слушай, красивая Ильина. По днем спать перестала. И стримить. В два раза больше. Ну давай, смотришься на это и у меня. И наоборот мне понравилось тем, что есть такая машина, и у меня в пол. А с это сразу пришло. И захотелось его до Канады. Ну так жарко. Почему так жарко? Малоко домашнее свое будет. Не надо будет покупать. Блин, ну это идея хорошая, Маша. Сейчас, во-первых, нужно купить малышу. Если ее еще не все докупили. Блин, она беременная ходит. Нужно там кроватку покупать и так далее. Она говорит, а может мы козу купим? Малоко домашнее зато будет. Ты что, будешь вообще? Сходи в магазин, докупи, как оказал. Ммм. Плюс так же можно будет зарабатывать там. Напиши, окей. Мама когда-то продавала. Не в личку, а в телеграм. Напиши вот сюда лучше. О, Сань, смотри какой кролик классный. Что было бы веселее. Привет. Ого. Мне такого кролика дороговато. Ну что, кролика? Я тоже. Да? Спасибо. О, давай еще шарики возьмем. Нас сейчас с тобой избивают. Конечно, классно, что у нас теперь есть деньги. Это кайф. А еще мы набрали кучу вкусняшек. О, спасибо, Шурик. И не терпится поместиться в детях. Ведь за них мы не просили денег, а заработали сами. Мы нагуляли по магазинам. Так, ребята, вы можете обязательно писать в мой телеграм. Телеграм он указан вот здесь. Угост все. Фото, видео. Я вас жду, ребят. Это моя личка, не канал. Телеграм-канала у меня нет. Спасибо. Много всего нужно еще купить. А вы на всякую *** не тратите. Не начинает. Ну, блин, у нас что, не ищем чай пить или вообще? Ну, что не ищем? Да, так-то вообще неразумные траты, на самом деле, они делают. Ну, единственные минусы. Просто они молодые. Как быть понятно. А еще, блин, прицепелись. Ладно. Что мы всегда вообще не можем ничего потратить. Это наши деньги, и мы зарабатываем их сами. Да, а потом только не с месяца, а и все. А есть-то нечего, получается. Сегодня у моей мамы день рождения. Женя сказал, что приготовил сюрприз. Что это будет, не знаю даже я. Интересно, на что они будут?